меня уносит в море что делать верните меня обратно один на сапе в море ради корабля и ветер с берега что делать дорогие друзья это просто паника всем привет черноморский с вами Юрий Азаровский посмотрим на него с моря ура корабль еще на месте и это прекрасно ребята только что закончился дождь при этом всем извините его мы сегодня получили сообщение о том что началась спасательная операция у судна начались спасательные работы производят разведку грунта специалисты кубанского водно-бассейна управления а также о том что море прозрачное чистое волнение у него небольшое 0,3 метра волны и я решил что пора использовать сап чтобы подобраться к судну поближе пока оно еще здесь сейчас проверили дно на котором находится корабль как оно выглядит насколько корабль заглублен и есть ли возможность его безболезненно снять мы подождем еще и официальную информацию провели какие работы будут ли снимать судно сейчас вот первые уже есть ласточки давайте переодеваемся качаем сап и погнали кораблю кадры получаются просто фантастические такие облака зависли свинцовыми тучами над морем просветы красивые я уже думал что дождь не кончится под ним придется снимать видеосюжет но все хорошо и люди потянулись и машина тут вокруг нас проезжают хотя у нас дпс обещали что делать этого не будут они а те кто будет будут штрафовать как говорится авос и не не там вчера отчитались экологи о том что никаких нефтяных пятен не обнаружено возле корабля на берегу нигде в общем ничего нет так что все те кто испачкали кроссовки все эти видео которые я выкладывал от вас и свои лично это все вранье ничего там нет накачать сам в этот раз у меня получилось за пять минут сорок секунд что-то тяжеловато пошел на растолстел зима готов уже в обмундировании отправляться не к морю какой он огромнейший сап просто теперь его еще надо тащить через дюнок вижу корабль ребятки какая-то нереальность просто стоишь на него смотришь он такой огромный и даже не верится что сейчас будешь пытаться к нему доплыть главное чтоб мне волны не помещали надеюсь что все получится коленки трясутся оксана лучше у меня ходит на сапе но у нее нет гидрокостюма и она боится температуры в 14 градусов хотя и без гидрача но на всякий случай берегу себя так как опыта мало покорить бы хорошо когда есть возможность что тебя поддержат сап ты сможешь отойти посмотреть со стороны как это красиво смотрится вау просто стой не качайся хватит пить оксана бросай в груди вот я на кайте уже катался вокруг него но я к кайту привыкшую профессионально катаюсь а сейчас выбраться сюда это правда ну дай бог что все получилось что все было хорошо и прекрасно надеюсь что ребята которые до судьи находятся нам помашут ручкой и у нас все получится поемте я иду сап плывет за мной стяжки и корабль впереди двигаемся ребята вот уже на сапе я сижу вот если вне камера было бы полегче конечно еще такой сапер как бы прям топчик вау он рядышком совсем близко ветер кстати дует с берега поэтому мне даже не надо ничего делать то есть меня самого несет до корабля главное потом вернуться обратно дай бог не получится это будет конечно печально вроде бы в прогнозе усиления ветра нету я сносит куда-то в сторону пора помогать веслом тоже рядышком немножко у тебя фантастическое зрелище каковы ребятки корабль и боя лицом как будто бы реальность растут корабль здравствуй я здравствуйте все мои друзья мы добрались уже поравнялись с ним у меня постепенно сносит море походу я обратно могу не вернуться это мой просто космос если что видел вы смотрите значит все живо и все хорошо а так вообще просто фотка должна получиться бомбическая надеюсь это того стоило и вам понравится обзорчик на кайте среди волн все равно волны отвлекали но он просто огромный он невероятно большущий это очень круто тут пошли такие большие волны сейчас не перевернулся будем нарезать что все будет хорошо слышь как работают двигателя сзади его на под мотор никакой не попасть надеюсь не повезет это остался недалеко все равно по ощущениям как бы космос видно как он пришвартовал совите на каком уровне у него были там колеса сколько метров ему хватает это метра 4 5 точно для углубления может и того больше вот это махинище интересно что конечно решат судовладельцы решат из природнодзора нашего который сегодня его обследовали на моторной лодке даже внутри вижу в каюте какой-то свет горит можно по борту увидеть насколько волнение моря все-таки присутствует все так легко и просто как хотелось бы и какой крохотный я по сравнению с этим кровать так у нас сейчас может быть столько доведения тихо-тихо отруливаем повезло да но он такой же покоцанный об сказал бы много в нем ржавчины есть его и оставлять то как-то надо перекрашивать все-таки иначе будет прям беда-печаль так он что на меня сверху ничего не скину а то мы с вами сейчас это катаешься что разбираются вот сухогрузок вот надписи видите каких он сидит тут метры все указаны сколько мы еще куда вниз на то есть получается здесь глубина где-то около пяти метров у него тоже вопрос как он там подсел интересно будет видно нет уже выходим дальше чем пирс витязева тот кто видел его чтобы ориентировались примерно сколько это по длине судно учет самолеты и ну хоть бы кто-нибудь вышел нам ручкой помахать вот прикольно конечно внутри по-любому люди находятся хотя слухи ходили о том что кого-то там снимали с корабля оказывается не все-таки неверные просто дом пятиэтажный стоит такое море за берегов видеть его примен такие вот ощущения подыткой маленький букашка прямо за него подходим к задней части судно видим руль надстройку он следит спасательность что они могли спастись если что не так тут звук слышно как работает дизель какой-то будем надеть что это не мотор это бинк мы увидим он не крутится значит все хорошо но в этом месте как-то вода все равно расходится значит или охлаждение морской водой работает там или еще что-то все-таки что-то присутствует не подплывать что-то печально закончится любая наша движуха может печально закончится доходим до конца самого корабля это фантастика ребята не верится что я это делаю вообще в принципе как интересная подплывать этот спинк потом идет руль причем руль внушительных размеров представляю что им ворочает дальше у нас уже название самого корабля его предлагают назвать дитаником из Витязева это все тоже как вариант надо выйти подальше чтобы сделать красивую фотографию себе на память скайп мы уже видели там не получилось самому запечатляться потому что постоянно что-то отвлекало потом подойдем уже к рулевому управлению поближе ребята репостим лайкаем пишем комменты чтобы я не зря старался рисковал своей жизнью ради того чтобы вам показать такие невероятные кадры из поселка Витязева меня уносит в море а что делать эй эй верните меня обратно блин ха-ха один на сапе в море ради корабля и ветер с берега что делать дорогие друзья это просто паника я шучу я все-таки верю что все будет хорошо что-то я уж действительно пока камеру переключал уже далеко отошел от корабля надо возвращаться кадры действительно просто фантастические смотришь и не веришь ну как так да и не верится на самом-то деле что его отсюда смогут снять большинство людей пишут что да нет смогут другие говорят нет сейчас появилась новая тема я сегодня выложил о том что его ребят собираются снимать и столько народу начал писать оставьте я тоже хочу фотографию возле корабля от нас ничего не зависит с другой стороны любая техногенная обстановочка ухудшена это хуже чем какие-то новые достопримечательности нам лучше чистое море без всяких кораблей море, закат, красота так же тоже великолепно фух вроде бы получается потихонечку возвращаюсь обратно здесь у него ветровая тень которая с вверхи дует и пойдем с другой стороны посмотрим как состояние его бортов и интересно насколько кстати глубоко еще здесь у него лежит винт и руль махина мы пришли глядеть что там у тебя захожу под корабль вот он уже надо мной у меня сносит на самом деле это сюда к винту мне этого не хочется потому что это очень страшно давайте заглянем под воду сзади polar немецкий поможет в и детей или не или 195 убит авторы но situação вот я не могу в обратном направлении. Это сложнее сделать, потому что я стою, не двигаюсь, и меня сносит неплохо так море с этой стороны. Наверное, тут ветер ускоряется, а там плохо. Ветровая тень, это позволяло не двигаться, вот смотрите. Камеру не двигаю, она тут такой скорости в море. В общем, надо постараться. Пол корабля по пути, и мы прошли. Фу, получается, я рад. Еще чуть-чуть, и мы на берегу. Все ближе, ближе, ближе. Корме, надо заглянуть еще, сколько здесь глубина. Кстати, якоря все на месте. Интересно, почему? Говорят о том, что он лишился якоря. Может быть, это еще какой-то должен быть якорь. Здесь, кстати, становится все больше. Не дай бог, вот такой сейчас ты видишь, отдарастится, и тут все. Наверное, останется. На 4 метра показывает, что здесь до глубины. Интересно, потому что, ну, какая здесь. Настолько близко вот к нему. Один якорь, второй якорь по местам. Не каждый может похвастаться, что трогал рукой голубую акулу. А я могу. Огонь, ребята. Все получилось, как и хотелось. Фантастический большой корабль. Его, конечно, так оценить именно с моря было очень круто. Я на солнышке лежу, и ушами шевелю, все лежу. Ух, еще и закат начинается. Вот это печалька. Фух, ну оно того стоило. Фух, я живой. Ноги затекли просто. Кокотал. Тихо. Тихо, Юра. Не падай. Юра, держись, ведь ты должен жить. Ух. Еще и в море закопался. Ничто не может быть чудесней. Хорош, да. Последний день. Последний день. Песня. Ух. Бук. Ни awkward. Ух. Песня. Ух. Ух. Задумки. Ух. Все живы на берегу, собираем сап и на монтаж делать видео для вас. Заказ сегодня специфический, но от этого не менее красивый. Тихое спокойное море, люди приходящие к нему, Анапа в тумане. Фантастика! Дорогие мои друзья, на самом деле сегодня получилось то, о чем я давно загадывал и мечтал, чтобы обойти на сапе вокруг корабля. Так как у меня небольшой опыт хождения по воде на сапе, я очень сильно переживал. Вы видели, как я падал. Благодаря Оксане, ей от души спасибо за то, что она поснимала это все. Мы могли насладиться и моими падениями, переживаниями. Кстати, подошли ребята, которые занимаются охраной этого корабля на берегу, сидят, следят. Сказали, что нельзя ближе 100 метров подходить к этому судну. Вопрос в том, что оно стоит к берегу ближе, чем 100 метров, то есть получается и по берегу ходить вокруг него нельзя. В общем, если кто-то знаком с этой движухой, можно ли к этим судам, когда они на пляжной территории находятся, подходить ближе или нельзя, напишите в комментариях. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский, а Оксане лайк и спасибо. И вас каждого жду, чтобы в комментариях с вами лично поздороваться. Подписывайтесь, делайте репосты. До свидания.